ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В России может вырасти число технически неисправных автомобилей Такое опасение высказали в ГИБДД Объясняется это дефицитом запчастей, их резким подражанием и ухудшением материального положения граждан Стражи дорожного порядка предупреждают, эксплуатировать неисправный транспорт нельзя Особенно если речь идет о дальних поездках Ранее сообщалось, что чаще всего к техническим неполадкам ведется незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля ТРАССА 101 После появления информации о росте цен на ОСАГО почти на 30% Страховые компании поспешили успокоить россиян Автогражданка подорожает не для всех Правда, как окажется на самом деле, загадывать сложно Многие давно относятся к обещаниям страховщиков скептически Увеличение стоимости якобы не коснется водителей с большим стажем, которые не попадают в ДТП А вот постоянным участникам дорожных инцидентов и тех, кто недавно сел за руль, придется раскошелиться ТРАССА 101 Госавтоинспекция объявила о запуске с июля этого года цифрового сервиса витрина данных ГИБДД Будет он находиться в открытом доступе или в закрытом, не уточняется Как сообщалось ранее, система позволит транспортным компаниям проверять претендентов на должность водителя на наличие штрафов или факт лишения прав Также заглядывать в реестр смогут страховые компании Если у клиента обнаружатся множественные грубые нарушения ПДД, ОСАГО ему обойдется дороже ТРАССА 101 Кроссовер Havail Jolion сейчас является в России самым покупаемым новым автомобилем из Китая Цены на машины начинаются с отметки 2 миллиона 179 тысяч рублей На втором месте, по данным агентства Автостад, закрепился Cherry Tiggo 7 Pro с минимальным ценником 2 миллиона 310 тысяч Бронза у Tiggo 8 почти от 2,5 миллионов рублей Также в первую пятерку входят Havail F7 и Cherry Tiggo 4 Кросса 101 Впервые самым продаваемым новым автомобилем в мире стал кроссовер Речь идет о Toyota RAV4 В прошлом году его приобрели более миллиона 100 тысяч жителей Земли Второе место с небольшим отставанием досталось Toyota Corolla Модели официально из России не уходили На официальном сайте их минимальная стоимость обозначена как 2 миллиона 671 тысяча и 1 миллион 955 тысяч рублей соответственно На третьей строчке разместился Honda CR-V Информации о его рублевой стоимости в открытом доступе нет Трасса 101 И в завершении новость от нашего партнера С 30 мая по 30 июня на АЗС движение при покупке от 20 литров бензина Ультра 92 через систему быстрых платежей действует скидка 2 рубля с каждого литра На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok